Всем привет! Мы на канале Вкусовщина! И сегодня мы пойдем в суши-бар. А почему? А потому что вы активно нас просили обозреть суши, роллы и все, что с этим связано. Мы вас послушали и пришли в Redbox. Сейчас мы узнаем, вкусно здесь или не вкусно, дорого или дешево. Смотрите, какое здесь удобное меню. Все роллы разделены на 3 штучки и 6 штук, для того, чтобы можно было попробовать как можно больше разных и не объесться, даже если ты пришел сюда один. Еще здесь очень удобные сеты. Можно взять хендроллы, хендроллы вместе с суши и фирменный сет Redbox. Он подается в красной коробке, оправдывая название заведения. Там 27 фирменных роллов, но мы, конечно, его брать не стали, потому что 27 роллов все есть, и это надо иметь вот такой живот и вот такой же огромный рот. Здесь есть очень интересный, например, угорь с клубникой в маминоре. Не знаю, что такое маминоре, но мы его обязательно закажем и вам покажем, и сами поймем, что это такое. Ну, в общем, много всяких классных-классных штук. А еще, самая главная фишка этого заведения, медведи десертные. Это вот такой вот мишка, которому можно откусить голову, отломить руки, в общем, расстрелить его как хочешь. Этим мы точно не займемся. Наш заказ в кафе Redbox. Это роллы. Прежде всего, это вот такие вот роллы с угрем и клубникой в маминоре. То есть не просто в норе, а в маме этой самой норе. Я имею в виду оболочку. Дальше это у нас суши с тунцом, суши с лососем. Далее ролл с манго острый. Вставляете и креветкой в темпуре. Вот это все там одновременно где-то внутри. И фреш ролл с лососем в подаче с рукколой. То есть, по факту, это практически ролл салат такой. И тот самый гвоздь программы, вот этот красно-белый мишка. Наверное, он болеет за Спартак. Сразу хочется обратить внимание. Смотрите, какие здесь палочки. Они равносторонние. Обычно палочки в любом суши баре, они с одной стороны толстые, с другой стороны тоненькие. Здесь, даже если вы не в себе, не в адеквате и не знаете, как их брать правильно, вы в любом случае будете правильно ими есть. Видимо, это предполагается. Не знаю, как это еще объяснить. Начнем мы вот с этого ролла с манго с креветкой в темпуре. И он острый. Я острый лично не очень люблю. Вот мне интересно, насколько это остро и не мешает ли это вкусу, вкусовым качествам продуктов, которые заявлены в этом ролле. Три штучки стоят 389 рублей. Не дешево, да, по меркам какой-нибудь. И китарей, и тануки, любой сети. Это, конечно, сразу дорого. Но, согласитесь, начинка оригинальная. Кстати, если взять шесть, то удельно это уже будет дешевле. Хотя от этого не легче. Давай, Леш, уже интересно узнать, как там все замешано. Мне очень самому интересно. Я никогда в жизни не думал, что могут быть такие сочетания. Уместится это все к тебе? О, уместилось. Да, конечно, на шашлыках натренировался уже. И на плове. И на хинкале. Серьезно? Это я про хинкале-то сказал, я вспомнил. Поэтому ролл показался вкуснее. Что могу сказать? Это не остро. Вот, чтобы вы понимали, я острый вообще не ем. То есть у меня слезы текут, мне сразу так плохо. Это просто так с легкой остынкой, которая подчеркивает манго. Манго, конечно, хотелось бы кусок. Вот как кусок клубники здесь. Это манго-мус, я так понимаю, какой-то. Но вот отдельно сейчас я попробую. Потом, конечно, это попробует Аня. Потому что мало ли, я вам придумываю и сочиняю. Да, это все вместе перемешано. Потому что здесь и креветка, и манго. Все вот это замешано. Такой мус. Конечно, если вы пишете по меню креветка-темпура с манго, то хотелось бы отдельно креветку, отдельно манго. А не вот просто так. Ну, видишь, это фьюжн подальше. Конечно. Надо же удивлять. Посмотрите сюда. Мы снимаем шапку из креветки-темпура с манго. И видим просто огурец с рисом. Кстати сказать. Сейчас ты будешь тоже пробовать. Интересно, как тебе покажется. Рис офигенный. То есть, все мы знаем. Я надеюсь, вы тоже знаете. А если не знаете, то слушайте внимательно. Рис для роллов и для суши, он варится в специальной рисоварке. То есть, это необычная система приготовления риса. То есть, нельзя в кастрюле отварить рис, потом слепить ролл и вам принести. Ну, то есть, это будет слепаться, это будет давать крахмал. Это будет абсолютно невкусно. Здесь рис идеальный. То есть, он не застревает в зубах, он не липнет. Абсолютно ничего такого в нем нет. Мы его покажем чуть позже, когда разберем вот эти вот суши. Ну, что сказать. Не знаю. Давайте по 10-балльной системе будем оценивать вот эти блюда. Вот этот ролл я бы оценил на восьмерочку. Ничего себе. Да, да, серьезно. Я тебе говорю. А ты не заболел в последнее время сухвалить? А я не сказал же, что это 10. Восьмерочка вот потому что, смотрите, острая, но вкусная. Для меня это очень круто. То есть, острота, которая не портит еду. Это очень круто. Притом, в меню обозначено, что это остро, и вас предупредили. Я все равно взял, и прям замечательно. Мне понравилось. Теперь это будешь пробовать ты. Я тоже разобралась с палочками. Хорошо, что как ни крути, и всегда правильной стороной берешь. Ну, посмотрим, чего там Лешка напробовался. Остро ему, не остро. Я, например, шапку где-то снимал, надевал обратно. Я вот возьму тот, который он не трогал своими руками и палками. Чего ты его так купаешь? Там же ничего, кроме сового соуса, не будет. Не знаю, я туда еще положу васаби, он поострее у меня станет, чем у тебя. Ну, смотри, у тебя тоже все влезло. Меня стебало. А там все мягенько примялось. Ну, вкусно, не вкусно? Мне вкусно, и мне даже немножко остро, потому что я чувствую эту остринку. Не знаю, ты так сказал, как будто бы она вообще прошла мимо тебя. Очень прикольное сочетание, и ты молчал про огурец, подлец, пока ты его там не раскрыл. Огурец тоже чувствуется, и он освежает этот ролл. Мне нравится, я бы по десятибалльной, ну, я бы девятку дождала. Что-то очень много как-то. Клевый ролл. Да ну, не знаю, я бы все шесть штук заточила, вообще бы глазом не моргнула. Прикольный. Я очень советую всем брать. Ладно, переходим к следующему. Леша уже рассказал все, что мог про него, и шапку снимал. Давайте попробуем ролл, который стоит ближе ко мне. Вот этот в маме Норе. У меня, значит, здесь угорь, клубника, мама Нори с кунжутом. Что еще? Я вижу огурец. Я хочу скорее его попробовать. Не купай сильно, чтобы чистый вкус был. Не знаю, я люблю искупанные роллы. Надо убрать волосы, а то я прям с волосами уже ем. Что у тебя с глазами? Что там такое? Что случилось? Мама Нори оказалась папой? Мама Нори какая-то странная. То есть это отличается, да, от обычной, от обычного Нори? Да, мама Нори какой-то ты ешь кусочек бумаги, вот просто попала салфетка туда, и ты ее ешь. А это авторские роллы, возможно, это не бумагу так назвали, пищевую, а что есть пищевая бумага. И как раз, да, у нас же белая бумага заканчивалась, вот желтенькая. Давай про вкусы. Что-то я не очень поняла, здесь слишком много намешано вкусов, просто все сразу. Возможно, я правда зря его купала, потому что он еще и очень соленым оказался, я думаю, из моего соевого соуса. Клубнику я видела, но я ее даже не почувствовала, пока ела. Угаря почувствовала, это хорошо, заявлен же угарь. А давайте вот узнаем, что вот это такое, я тоже поковыряю. Слушай, три штучки стоят 336 рублей, вот как тебе на эти деньги, это цена-качество, ничего так? Ну нет, что-то я бы сказала, дороговато. А я, кстати, чувствую вот в этом, это, наверное, какой-то творожный сыр, ну, судя по консистенции, я в нем еще и трюфель чувствую. О, как богато. Ты знаешь, интересно, они не заявили, а ты почувствовала. Это что за фантомные чувства? Фантомный трюфель у меня. Ну, в общем, если там реально есть трюфель, возможно, это не так дорого, но давайте по той же десятибалльной. Четыре. Ну вот прям четыре. Я лучше бы съела еще один с креветкой и манго-острый. Леш, давай, а я потом доем твой. Триста тридцать шесть рублей, это получается одна штучка дороже ста рублей. Представляете? Для роллов многовато, потому что, ну, по граммовке, сколько весит один ролл? Ну, сколько, ну, 70 граммчиков. Кстати, в меню граммовка не заявлено ни у одного блюда. Это такая тайна, чтобы вы ни на что не надеялись. Ну, Леш, с весами-то никто не ходит есть суши и роллы? Логично. Слушай, а давай я купать не буду? Давай. Честный, чистый вкус ролла с клубникой. Первый раз ем ролл с клубникой. Ну да. Ну такое, да. Ну модный какой, а? Выглядел ты как красиво. Знаете, мне стыдно. Я хочу что-то, какие-то вкусы в нем распознать. Но я же знаю, что там должно быть. Клубник реально не чувствую. То есть вы ее заглотили, вы же ее видели, да? Она даже пахла. И оп, она как-то растворилась. Сыпь творожный очень вкусный. А ты трюфель чувствуешь? Нет, трюфеля здесь нету. А попробуй его отдельно. Я не знаю, мне кажется, это фантомный трюфель. Давай, там все вкусно смешались. Ну, фантомный трюфель я чувствую. Фантомный трюфель для обоснования цены, безусловно, здесь есть. Может есть, может нет, я не знаю. В принципе, по консистенции все хорошо. Но мама нори, то есть, собственно, классическая история подачи, да? Вот в такой обертке. Классические водоросли нори. Мне кажется, это было бы логичней и, возможно, вкуснее. Хотя, возможно, я привык к тому, что роллы должны подаваться именно в таком исполнении. Поэтому я привык к каким-то шаблонным вкусам. Может быть, может быть. Но здесь сочетаются вкусы как-то вот неярко. Не то, чтобы один другой дополняет, а они друг друга прибили. Ну, как-то так. А, кунжут. Кунжут остался на зубах. Вот кунжут, он очень яркий здесь. По десятибалльной системе... Ну, ты сказала четыре из десяти, да? Да. Ну, максимум пять чисто за подачу оригинальности. А у меня в зубах кунжут не застрял? Я не вижу. Далее приступаем к суши. Мы взяли классические суши, тунец и лосось. Ну, самая такая популярная история. По пса, если угодно. То есть, по этим видам суши можно оценить, как здесь готовят. Визуально, ну, ничего особенного. С другой стороны, суши – это не суперкрасивая еда, чтобы быть очень прям такой вот киногеничной. Хотя иногда во многих заведениях вы можете увидеть, что тунец и лосось прям яркие-яркие-яркие. И знаете, это не всегда хорошо. Вот здесь они бледные. И это на самом деле-то плюс, да? Вы можете удивиться, но это плюс. Потому что цвет еды, он обычно нейтральный. Яркая еда – это значит, что туда, возможно, что-то добавили. И какие-то пищевые добавочки, красители для того, чтобы вы что? Чтобы вы это любили и покупали чаще больше. Леша, а мне яркая еда нравится больше. Сразу ее как-то хочется съесть. Знаешь, она аппетитнее. Ну, кто бы сомневался, что тебе яркой нравится больше. Вот такие, как ты, и оценивают. Чем ярче, тем лучше. Я тут вообще про вкус. Смотри. Ой, 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 Леша падает. А вот. А не должно быть так. Хотя, может быть, я долго держал. Не знаю. Напишите в комментариях. Рис может развалиться в суши или нет. Хотя рис в роллах я хвалил. Я думаю, что рис-то одинаковый. Я думаю, что делают его одинаково. Вряд ли для суши одна рисоварка, а для роллов другая рисоварка. Я даже уверен, что она одна и та же. Потому что это дорогое удовольствие. Хорошая рисоварка. Давайте я буду пробовать. Да просто тебе еда уже намекает. Ешь меня, хватит болтать. Надо было рассказать. Ликбец. Надо было ввести людей в курс дела. Многие просто едят и не понимают, как должно быть. Мы рассказываем. И показываем. Давай. Покажи, как надо есть. Ну, что по тунцу? Это вкусный тунец. Безусловно, вкусный. Свежий. Ну, в смысле, не из консервы его вынули. А многие, кстати, сетевые доставочки грешат тем, что у вас консервочка приезжает в роллах в основном. Сушь-то, конечно, подделать сложновато. Хороший тунец. Очень вкусный. Не соленый, что главное. То есть ему срок годности солью не продлевали. А так очень часто тоже делают. В основном на пищевых производствах. Не знаю, где они его берут. Но тунец хороший. Рис, как вы видели, слегка развалился. Но смотрите по структуре. Вот посмотрите. А мы смотрим. Рис-то замечательный. Вот он даже здесь. Вот один к одному, но мы видим даже какие-то микроскопические расстояния между рисинками. И это правильно, это замечательно. Не знаю, рис здесь топовый. Хотя за такие деньги, еще бы это было не топово. 139 рублей вот такая одна штучка. Стоит ли это своих денег? В среднем на 10-15, а то и 20% дороже, чем в среднем по Москве. Я не знаю. Судить, конечно же, вам. Ну, а ты оценит по десятибалльной. По десятибалльной? Ну, семерочку. Семерочку. Но не больше. Вот чего-то мне не хватило. Чего может не хватить? Это рис и рыба. Я сейчас попробую свои 139 рублей. Мне достался лосось. Выглядит он немножко заветренным. Вот вам не кажется такой? Как будто он постоял, меня подождал, уже немножко порочкой покрылся. Слушай, ну, его принесли-то получше. Он выглядел, но как-то быстро он заветрился, я согласен. Устал просто. А знаете ли вы, что правильно макать суши в соевый соус нужно не рисом, Лешечка, а рыбкой? Вот так вот. Ну, я знаю, как правильно, а сделаю я, как мне вкуснее. И тоже искупаю его полностью. Вообще правильно, потому что нужно рыбку все-таки сдабривать соусом, а не рис. Здесь все логично. Несмотря на то, что он показался мне заветренным, лосось очень вкусный. Я не знаю, видимо, это какая-то иллюзия, такой же фантом, как вот этот вот трюфель. Классное суши, но такая маленькая. За 139 рублей. Не, ну, знаете, я-то оцениваю как. Мне это было вкусно, мне все понравилось. Я взяла еще и съела еще одно. Нормально, пойдет 139 рублей. И я дам побольше баллов. Ну, восьмерочку. Просто хотелось бы, чтобы побольше была сама сушена. И рыбы побольше было. Просто за размер. Переходим к салату. Вот это вот фреш-роллы, которые за три штучки плюс много-много зелени стоят 669 рублей. А кунжут? И кунжута тоже много, не пожалели. И, между прочим, не просто зелень, а рукколу-рукколу. Это всегда модно, всегда дорого. Не, подожди, а тут вот я вижу, что, шпинатик? Шпинатик, шпинатик тоже дороговато. Шпинатик я очень люблю. Рукколу, кстати, я не люблю. Она для меня всегда капец какая горькая. И поэтому все вот эти зеленые салаты, которые едят девчонки, для меня это какое-то запретное блюдо. Слушай, девчонки мучаются. Рукколу-то это сорняк изначально, если ты не знала. Как мне повезло. Вот такие вот у меня аристократичные вкусы. Я сорняки не ем. На самом деле, я сдавала ДНК-тест, и у меня повышенная чувствительность к горькому. Поэтому я еще и кофе не пью. Ну, черный, крепкий. Ладно, давайте уже есть. Хорош болтать. Вот такой вот фреш-ролл. Он в чем-то похожем на маму Нори. Кстати, да. Вот не дай бог, конечно. Это рисовая бумага. Я спрашивала. Рисовая бумага. А вот, ну, давай ты попробуй. Да хочешь макай, а я потом не буду макать. А мне кажется, что тут какой-то соус есть, потому что так все блестит. Скорее всего, да. Похоже, что какой-то есть, поэтому, если хочешь, макай. Я макну прямо вот на донышке. Так, один разочек. Вот, мы все видели, да. Все, мы тебя проверили, все на донышке. Итак, проверяем. Ну, тут легко заходит все вообще, абсолютно никаких проблем. Просто так. Слушай, ну, глаза у тебя не восхищены абсолютно. Что-то не то, да? Может быть, рукколы не хватило во вкусе? Ее же не просто так сюда положили. Не-не. А чего-то во вкусе точно не хватило. Слушай, это стоит 669 рублей. Давай ищи. Ищи эти вкусы. Потому что тоже три ролла. Еще дороже, чем предыдущие. Ну, за рукколу, блин, я не знаю. Ну, в магазине пакет рукколы стоит 100 рублей. Здесь ее четверть такого пакета. Блин, я хочу сказать, что это достаточно пресно. У меня реально не хватило вкуса. Но это очень зожно на вкус. Прям максимально зожно. Если вот ты сидишь на диете, питаешься только листьями всякими, почками, побегами и чем-то еще. Ну, и рыбку заодно, ну, просто чтобы белок получать. Классно. Мне кажется, вот это вот для всех диетических девочек подходит. Я вижу, там какой-то соус. Можно я пальцем... Давай-давай, конечно. Потому что на палочке я его не смогу почувствовать. А соус-то классный. И я бы вот им залила все побольше, и тогда мне бы... А какой соус классный? Ну, он похож на терияки чем-то. Терияки, кстати. Ну, может быть, а он не попал, да, когда-то пробовал? Ну, я видела, мой ролл блестел, поэтому он там по идее и был, но мне кажется... Может быть, надо было это перемешать, как салат, хотя ролл. Тогда все развалится. Не-не-не, Леша, не надо. Давай, Леша, короче, пробуй ты, по моему мнению. Это не стоит 669 рублей. Сколько из 10? Ну, я скажу 6,5, потому что это зожно. А зожно это модно. А модно это для всех девочек. И никто не потолстеет, и фигура вообще не пострадает. Теперь я буду познавать тот самый женский зож, хотя зож бывает и мужские. Некоторые ребята тоже едят вот этот силос, как это называется в народе. На самом деле, это абсолютно негативное отношение к зелени. Я зелень очень люблю, но я больше люблю кулкин, зу, укропчик, петрушечку. Ну, мы понимаем, что к роллам, конечно, это не подошло бы. То есть по сочетанию, по инстаграмности, ну, красиво. Да, гнездо такое приятно. Гнездо такое, да, тарелка такая замечательная. Ну, выглядит замечательно. То есть обосновать цену тем, как это выглядит, можно. Теперь попробуем. Ты сказала, что там соус какой-то нужно зацепить. Ой, а какие они худенькие. Вот почему они тебе влезли так легко. Смотри. Смотри, вот я так взял. Они такие тоненькие стали. Смотри. Не знаю, у меня она не становилась такой тоненькой. Ну, увидишь, дальше на ней. Ты там повози побольше, чтобы соус тебе достался. Возим, возим по соусу. Я сейчас как буду пробовать? Я не буду макать соевый соус. Я попробую вот так вот, а потом заем зеленью. Может быть, в этом состоит главная фишка этого блюда. А что там поставить? Лосось. Угу. Я чувствую рыбу. Угу. Ну, какая она? То есть, ну нет, лосось, что там? Я не чувствую. То есть, яркого вкуса рыбы нету. Ну, вот я говорю, они получаются пресненькие. Но я лосось вообще-то почувствовала. Леша, а ты не зажрался, да? Да ну, слушай, ну, может быть, и зажрался. Поэтому вот заедим зеленью. Ммм. А мне нравится. В этом соусе. Это, кстати, действительно одна из вариаций терияки с кунжутом. Все замечательно. Вот это вот с озеленушком, но очень вкусное с этим соусом. Если бы сюда черри постругать, моцареллочку добавить, можно еще инжир есть такой. Салат очень вкусный. Всем рекомендую. Это был бы топчик. Ну, а роллы так закусить. И тогда бы за 669 рублей мне это блюдо, конечно, бы понравилось. Даже бы из-за 800. Из-за инжира. Из-за инжира, да. Из-за моцареллу, да. Отдельно вот это вот блюдо, это с единком половинка. То есть, отдельно эти роллы 669 рублей, конечно, стоить не могут. Им дали такую подушку, чтобы они на ней возлегали. Но и на этой подушке. Что-то как-то, не знаю, 6,5 ты поставила, да? Да. Ну, по сочетанию вкусов, за свежей зеленью, за такой свежий весенний вкус, безусловно, можно и семерку поставить. Но по большому счету рыбы здесь мало, а основная цена вроде как за рыбу должна браться. Все-таки мы все-таки в суши пришли, роллы, суши, да, суши-бар. Ну, вообще-то, да. Технически мы пришли и в суши. А мне нравится все в этом блюде, кроме наличия рыбы. Точнее, она там есть, но я ее практически не чувствую. Если бы я пробовал вслепую, я вообще мог проглотить, не заметить, настолько ее мало. Поэтому я ставлю 5 из 10. Вот, не знаю. Ну, не могу я больше. Это знаменитый десерт из Redbox'а. Мишка, который стоит 699 рублей. Они есть разных цветов. Это я выбрала бело-красный, ну, потому что он напоминает мне мой любимый магазин, в котором можно совершить очень удачный шопинг. Вот такой бутылочно-звенящий. Redbox-магазин? Нет, красный и белый. Красный и белый? Да, там хороший шокинг. Да, Леша, он напомнил, конечно же, Спартак, мне он напомнил алкогольный магазин. В общем, за этими мишками сюда приходят люди, которые пользуются вот этим вот запрещенным граммом, для того, чтобы снимать рилсы туда. Как угодно этого мишку мучить, расчленять, откусывать ему голову. Ну, мы, конечно, тоже не промах, и тоже я сейчас попробую это сделать. То есть фишка просто привлечения внимания за счет мишки. То есть зачем он здесь никто не знает, но давайте его мучить и... Почему нет? Согласен. Вообще, зачем я взяла гилку с ножем, я просто откушу ему голову. Сейчас зверски поступлю. Наверняка вы когда-нибудь хотели кому-нибудь оторвать голову в ярости. Вот я сейчас это сделаю за вас, за всех. Интересно, он сладенький? Конечно, сладенький. Там мракуга должна быть какая-то такая. Ну, давай, давай, не томи. Ой, хотел оторвать голову, а оторвала ноги. Ну, ладно. Я не успел это снять, но ничего. Ну, давай, подожди, я кусаю. Смотрите. Там нежный мусс. Очень чувствуется кислинка маракуйя. Там есть... Ой, ой. Положу его, и давайте дальше уже разобьем по-простому. А мусс или крем? Это мусс. Но здесь вот есть еще... Это что-то похоже какое-то еще желе, что ли. Желе из маракуйи, что ли? Что это такое? Да, с кусочками. Это ананас еще. Да ты что? На маракуйя ананас. Сколько он стоит? 699 рублей. Но он большой. Подожди, Леш, ты не можешь сейчас критиковать. Он реально большой, хороший десерт. Но вообще-то в центре Москвы. Я считаю, что цена оправдана. Тем более, что это производит вау-эффект. Мне не жалко 699 рублей. То есть вау-эффект вот-вот растягачил, снял, собрал лайков. Да. 699 рублей. Ну, нормально. Ну, у меня твоих 699 рублей вообще за него не жалко. Ну, согласен. А оболочка у него из белого шоколада, который покрашен вот в разные цвета. Я почувствовала, здесь кокосовые... Нотки. Кокос. Кокосовый кокос. Нет, нет, здесь просто реально кокосовый кокос. Кокосовый кокос. Ну что, 10 из 10, я так понимаю, этот мишка у нас заслуживает. Конечно, да. Но давайте так. 9,5 из 10, потому что я не люблю белый шоколад. Ну, это лично абсолютно настоящая вкусовщина. Как вы знаете, вообще все здесь вкусовщина. Мы можем только вам точно сказать, дорого или дешево для нас. Дорого или дешево это для вас, никто не знает. В общем, в Redbox'е дороговато. Но половина блюд была очень вкусная, а мишка просто топовая. Я точно сюда вернусь, возьму еще какого-то другого цвета. Что со мной сегодня? Redbox модно, стильно, оригинально по меню, безусловно. Дорого, дороже, чем в среднем стоят суши и роллы в Москве, во всяком случае. Стоит ли платить такие деньги за то, чтобы хоть раз сюда сходить попробовать? Хоть раз точно. На регулярной основе? Не знаю. Да, как сказала Аня, кто мы такие, чтобы делать эти выводы за вас. Мы просто рассказываем свое мнение, делимся, а потом решать только вам. И все это абсолютная вкусовщина.